Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Биткоин у нас с вами висит на волоске, можно сказать. Просто висит на волоске и плавно спускается снова к пробитию 20 тысяч долларов вниз, как мы можем видеть из графика. Нисходящий треугольник, линия поддержки, которая чем больше раз тестируется по законам теханализа, тем вероятнее будет пробита вниз. И многие этого ждут сейчас. Очень многие ждут, насколько вы знаете, значений в 16, 15 или даже 13 тысяч долларов. Это, конечно же, может произойти. Безусловно, может. Тем более, что мы видели много раз уже с вами коррекции по биткоину в медвежьих рынках на 80% или даже более того. Но, что хочется также отметить здесь, так это растущие объемы, о которых мы говорили вчера. Посмотрите, какие сильно растущие объемы. Обычно такие высокие объемы, как вы можете видеть, таких высоких вообще у нас не было, но сравнимые высокие объемы – это разворотные точки рынка. Как вот здесь на коронадампе, как вот здесь вот было на локальном дне, после которого мы выросли более чем в два раза. Соответственно, если сейчас эти объемы подтвердятся, и мы все-таки отскочим и удержим этот уровень, то я думаю, что мы увидим очень хорошее восстановление цены. Опять же, посмотрите на сетку EMA Ribbon и на то, где сейчас цена. На недельном таймфрейме мы очень низко ушли под сетку. Что обычно бывает, когда мы так низко уходим под сетку? Посмотрите сами. Сетка начинает действовать на цену как магнит. Посмотрите, цена. Цена просто притягивается к этой сетке и после того уходит выше, как здесь, так и здесь. Соответственно, что мы можем знать из истории? Что обязательно настанет момент, когда цена примагнитится снова к сетке и уйдет выше. Вопрос только в том, настанет этот момент в ближайшем будущем, и не уйдем ли мы перед этим еще сильно ниже? Потому что ведь мы можем уйти сильно ниже, и сетка тоже может уйти сильно ниже, как вы понимаете. И только потом произойдет этот момент, о котором мы говорим, но он может быть уже и на тех же ценовых значениях, что сейчас, и даже еще ниже. Тут есть только один способ узнать, ребята. Это немного подождать. Ну, а мы продолжаем наш обзор. И что мы видим? Ребята, сегодня воскресенье. Традиционные рынки закрыты. Золото, в отличие от биткоина, уже пробило уровень поддержки. Фондовый рынок, S&P 500, NASDAQ держатся пока более-менее, хотя тоже находятся в локальном нисходящем движении. На дневном таймфрейме по NASDAQ мы видим красные свечи хайконаши, были закрыты, но обычные свечи мы видим зеленую свечку. Конечно же, все будет зависеть от того, куда откроется фонда. Если она отскочит хорошенечко наверх, то и биткоин улетит на 24-25 тысяч. Если фонда откроется вниз, то, соответственно, и биткоин может еще жестче просесть. Поэтому на этот случай, ребята, нужно обязательно быть готовыми к снижению, но и не забывать о том, что нам дают с вами набирать биткоин сейчас по очень крутым значениям. Помните, ребята, когда он стоил 60, что вы говорили? Эх, я бы купил за 40, за 30 и за 20. Сейчас он находится ниже 20 тысяч. Просто помните это. Ну и глобально мы лежим, откровенно говоря, на очень хорошей поддержке. Посмотрите, здесь можно по-разному, конечно, трендовую провести. Можно и вот такую трендовую провести и сказать, что мы уже даже под ней. Можно еще вспомнить про уровни Fibonacci и понять, что мы оттолкнулись точно от 0.78.6. Это уже все, как говорится, самый сильный уровень поддержки, если мы говорим о продолжении тренда. По уровням Fibonacci, натянутым от дна короны дампа до пика этого цикла. Так что смотрите, ребята. Death Cross у нас тут загорелся. P-Cycle Bottom. Очень-очень много знаков того, что это дно. Очень много знаков того, что это дно. Поэтому, пожалуйста, обеспечьте себя биткоинами, пока они еще доступно стоят. Обеспечьте сатошами себя своих близких. Торгуйте аккуратно, покупайте, складывайте на холодный кошелек и держите в долгосрок. По альтам, что у нас? По доминации BTC, давайте посмотрим. Происходит очередной отскок от зоны альтсезона, как мы можем видеть. Насколько он сильный, я не могу сейчас сказать. Возможно, что мы увидим и что-нибудь такое перед тем, как пойдем все-таки в альтсезон. Но, в первую очередь, это связано с эфиром, конечно. Потому что эфир в моменте у нас к битку пошел вниз. Пробил тоже вот эту параболу, которую мы здесь смотрели по эфириум BTC. И эфириум BTC является сейчас, конечно, локомотивом всего альтсезона. Но давайте посмотрим, как эфир удержит вот эти вот значения. Посмотрите, ведь можно провести, на самом деле, по нижним значениям вот такую вот линию, пренебрегая вот этим падением, которое могло быть ложным выносом. Ну, так же, как и ложные выносы наверх. Вот у нас есть, грубо говоря, канал такой, где есть линия сопротивления и линия поддержки. И мы выходили из него наверх, как вы можете видеть, вниз. И вот сейчас мы все еще внутри этого канала тестируем линию поддержки. При этом провалились уже под дневную сетку EMA Ribbon. Но ударились точно в недельную сетку EMA Ribbon, как вы можете видеть, шпилькой. Поэтому давайте посмотрим. Все будет зависеть от эфира. Если эфир сейчас найдет в себе силы после The Merge сделать вот так вот, то, ребята, это будет очень крутой альтсезон, потому что я вам напоминаю, что эфиру до своих исторических максимумов осталось совсем недолго. Я имею в виду к биткоину. К биткоину исторический максимум эфира – это 15 миллионов сатоши. Оттуда, где мы сейчас, это всего-то 2 икса. Так что, ребята, поглядываем за альткоинами, за биткоином, накапливаем, что есть силы, торгуем осторожно с холодной головой. Локально, на 30 минутке, похоже, что мы удержали этот уровень. И похоже, что мы сейчас рисуем какую-то некую перевернутую летучую мышь. Ака, голова и плечи. Соответственно, если это пробьется, если мы пробиваем сейчас уровень 2200, то по технике мы летим куда-то на 21000, а по здравому смыслу и на 2200, и на все там 23500. Все вот это падение может прекрасно закрыться в рамках перевернутого Барта Симпсона. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь к нам на канал, если вы у нас новенький. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok